Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Божьи Господи, Отцы, Матери, Братья и Сестры. Спасибо Господи. За ваши святые молитвы сегодня в Святая Православная Церковь всегда празднует память святого мученика Мамонта. И в житии этого водника Божия мы узнаем о том, что он жил во II веке от Рождества Христова в Пафлагонии. А родители его были Феодота и Руфина. Еще до рождения мученика Мамонта они были представлены на суд к правителю, обвиненные в христианстве. Христианство это было преступление. Тогда и часто, даже сейчас, быть благочестивым есть преступление. С точки зрения других людей. И его родители были арестованы, подвержены пыткам, истязаниям, брошены в темницу. И мать Руфина была на последнем уже в сроке беременности, будущим великим мучеником. И вот его родители, отец Феодот, боясь того, боясь своей немощи, боясь своей слабости, боясь того, что он не выдержит пыток и мучений и отвлечется от Христа, просил Господа, чтобы он забрал его душу прежде мучений. И Господь услышал его молитву, и он отошел ко Господу. Вскоре после него, преждевременно разрешившись от бремени, родив мамонта, ко Господу отошла и жена Руфина, молясь Господу, чтобы он принял ее сына под свое потечение. И вот Господь, конечно же, слышит все молитвы наши, абсолютно все, и помогает нам изреченно, своей любовью, заступая, оброждая нас от всяких ненужных в нашей жизни, скорби в нашей жизни, только нужной скорби, только то, что мы должны пройти для исправления своего, для очищения своего, для подготовки к Царству Небесному, настижения духовных даров. Господь взял под попечение будущего мученика мамонта, и его усыновила тут же богатая вдова Амия, которая воспитала в мире благочестия. Одно из преданий говорит о том, что он получил имя мамонт, потому что он очень рано, фактически сразу же, как его разлучили от матери, мать погребли, он начал говорить и говорил только одно слово. Мама, мама, он звал маму, которая отошла ко Господу. И вот, тем не менее, он жил благочестиво, угождая Господу, и наставляя себя, если святник, святник о вере православной, и когда он достиг совершеннолетия, слух о его добрых делах, о молитве, о служении Богу, об обращении людей к Христу, дошел опять до правителя, и правитель снова призвал Божия, позвращивши на суд, и начал допрашивать. И мощник мамонт твердо исповедовал себя христианином, и правитель, зная его знатное происхождение, не посмел его мучить, подвергнуть пыткам, отправил его к императору. Император с праволезтью, уговорами, ласками пытался привести к отречению мученика мамонта от Христа, но ничего не достиг, и тогда он в злобе, в ярости начал мучить мученика, изранили его, бросали зверя, но зверя не трогали мученика, потому что даже звуки звери, и это очень много раз подтвержено в истории церкви, лютейшие хищники, голоднейшие, разъяренные, укращаются не оружием, не пушками, не ружьями, а любовью. И эти лютейшие хищники, самый вид их грозный, приводит в ужас и трепет обычно людей, когда приходили к святым, у которых была любовь, они стали тихими, кроткими, домашними животными. И не просто домашними животными, а исполняли церковные послушания, как, например, всем известный лев преподобный Герасиме Орданск, который воду носил для праздников языки Ордана, или медведь Серафима Саровского, маме такие случаи. А у нас, вокруг нас ярятся наши ближние, наши начальства еще на нас воюют, и все потому, что у нас любви нет. Нет любви в нас. А любовь – это и есть все. Самое главное. Главное. Исполь – это средство очистить себя от грехов и стяжать любовь. Причастие – это самое главное средство, чтобы стяжать любовь. Молитва – это чтобы стяжать любовь. Любовь. Мы люди не потому, что дышим, а тогда, когда любим. Вот тогда мы становимся людьми. Так Господь сотворил. И вот, братья и сестры, святые укращали даже дикие звери любовью своей. И тем более, вот всех людей, которые размоглены и измучены, оскорблены, обижены, они успокаивали любовью свою. А мы не можем часто вокруг себя людей привести к радости, к успокаиванию, потому что любви не хватает. Стяжевайте любовь. Любовь. Только любовь. Во всем, везде и всегда. И вот мученика Мамонта разъявился на него император. Мучил, изранил. Но звери от него ступились и стали его терзать. И в месте Божьем он изранен и снова ушел куда-то в горы. Там жил благочестиво, молясь, радуясь. Любя Господа, любя любви. И к нему приходили козы, которых он доил, делал сыр, делал молоко. И этим молоком и сыром кормил множество людей, которые приходили к нему нищие за пропитание. То есть живя в лесу и будучи не богат материально, а богат духовно, еще и кормил нищих. И получил власть над силами природы. И животные к нему власти, над животными. И многие люди обращались к нему за помощь и получали ее. И вот через некоторое время снова эти слухи дошли до императора. Почему же так преследуют истинных святых? Почему истинных людей, которые стяжали эту любовь, эту силу, это благоволение Божие преследуют? Почему так сильно лезут именно в Россию во все времена люди? Потому что есть такая страсть, которая в каждом есть из нас, и во мне она есть. Если я в ней не каюсь, в этой страсти, это значит только одно, что я полный раб этой страсти. Потому что человек, по учению святых отцов, всем грехам повинен, всем. Но говорить, я в вас виноват, это говорит, я ни в чем не виноват. Надо конкретно осознать, в чем же ты виноват, в чем же. И если в этой страсти не каюсь, значит она победила, поработила меня, как и рыбая страсть. Если я каюсь в ней, значит я ее обнаружил, и я с ней борюсь. Эта страсть называется как? Почему лезут? Почему убивают святые? Как эта страсть называется? Зависть. А? Зависть. Конечно. Кто с тобой? Ты опять сумнее всех, да? Эта страсть называется каинного заяц. Каинного заяц. Пероубийство, безуме, произошло, потому что родной брат убил родного брата Айвега, каинный бил. Потому что он увидел, что его жертва Богу приятна, а жертва каина Богу неприятна. Потому что жертвусть он приносил каина. Внимание! Каин приносил жертву Богу с ропотом, с возмущением, с жадностью. Приносил Богу не лучшее, а то, что вот есть такое, я не хочу никого осуждать. Слава Богу за все. Знаешь, люди, которые приносят на панихилу, я это много раз видел, вносят просроченные продукты. Вот те, которые выбросить жалко, а подарить стыдно кому-то. Ну, человек говорит, что же тебе принес? Испорченную колбасу и консерву с уже десятилетним сроком давности. Или одежду, которую вот жалко выбросить, но раздать ей, даже нищие отвернуться, скажут, ну, что ты мне тут это хлам принес. Они в церковь принес, батюшка, займитесь этой одеждой. И батюшка потом ломает годами голову, что с ней делать. Вроде бы, человек глаз оставил раздать нищим, а нищие не берут эту одежду. Ну, хлам просто. Вот. Является это жертвой Бога, братья и сестры? Ну, как бы да. Ну, как бы да, но жертва. Он во все целует. Даже намерение. Даже человек ничего не пожертвовал. Бог все равно целует. Даже намерение, говорит Таня Святого. А молитва наша? А наше опоздание в храм? Короче, с ней ходят, я говорю, в храм, так, ну, что бы еще поделать, чтобы в храм опознать? Что? Голову почесать? Вот. Почешу сейчас голову, еще на минуту в храм опознаю. Хорошо. Буду меньше стоять на службу. Что еще сделать? А, по телефону еще можно кому-то позвонить, 5 минут позвонить, еще на 5 минут опознаю, еще, еще, еще. Все, в результате пришел к хирургинской. Такое, ну, я утрирую, конечно. Вот. И человек, вот эта вот жертва есть к Богу, ну, это тоже как бы так. Жертва, да, ну, такая вот. Как близко к Каину. Поэтому Каину жертву Господь не презрел. Потому что он делал вот это с неохотой. Самое плохое, что там Бог жертвовал. Вот, 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 как-то так, жалеючи. А, аюль по-другому. Аюль, самое лучшее, как ты заповедовал Бог, самое лучшее. Как учил Абрам, сын Исаака. А кого ты в этом нашем стаде любишь? Кто твой, самая любимая, кто твой друг? Вот этот, он сказал, Исаак. Вот этот, да, вот его Богу жертвую принесет. Самое лучшее, самое дорогое для тебя. Вот его надо жертвовать. Вот так учил он своего сына Исаака. А потом, когда Бог сказал самому Абраму, а ты кого любишь жизни больше всего? Сына, которого он, ну, проси Бога. А вот его в жертву принесет, сына своего. Помните, да, это история? Если не будете, перечитайте. И что пережил Абрам, ну, Библия не рассказывает. Да, можно себе представить. Но утром он встал и повел сына на двору для принесения в жертву, сына, который ждал всю свою жизнь, сына, который родился у него, когда ему уже 90 лет было утешение. И уже разжег костер, а сын сейчас спрашивал, отче, а кто же будет в жертву? Где же жертва Богу? Он говорит, Бог усмотрит себе жертву. И потом связал сына и положил на эти дрова, чтобы его принеси в жертву. И занес уже нож. И тогда Бог остановил его и сказал, Абраме, у него твою любовь, твою преданность. Вот, вот, вот эту овечку, которая там запуталась, вот ее принеси в жертву. Вот мы Богу вот так должны жертвовать. Самое лучшее, самое дорогое. Самое лучшее время жизни. Самое лучшее сфило. Если панихиду, продукты, самое лучшее должны принеси. Все самое лучшее. Даже это, оно же будет, как у агента. Огонек может быть подниматься, дым подниматься к небу. Но даже если мы вот такие вот, ленивые, букавые, мы такие, да, опаздываем на службу. Приносим на панихиду просроченные продукты. Приносим ворох тряпья какой-то сгнившего, в храм, чтобы раздали. Еще что-то, как мы все ведем, помолимся вот такси-коснахость. Все равно наша молитва вот такая, неродивая, она угоднее в лице Божьей, чем все остальные молитвы всех остальных народов мира. Почему, братья и сестры, почему? Знаете? А потому что мы православные. Потому что мы право славим Бога, правильно, как надо, как Богу угодно мы славим. А остальные неправославные. Они Богу молятся, ересиане, содержа ереси в своей деле. Они молятся так, как Богу не угодно. Они исповедуют Бога не так, как есть истина. Например, есть религии огромные, которые Иисуса Христа вообще Богом не считают. А это угодно Господу? Нет, нет. Николай Чудотворец за эту ересь по лицу дарил Арию. Понимаете? Поэтому как бы там они не молились, какие бы жесточайшие посты они не соблюдали, какие бы там молитвы не совершали, их молитвы все будут меньше. Вот это наша лукавая, вялая, с опозданием молитвочки и жертвы с просрочным плесневым продуктом, потому что мы православные. И вот братья и сестры, их поэтому должны хранить свое православие и, как и мучает мама, которого воин и оператор воспылал этой каиновой завистью. Вот он молится, вот у него там чудеса, вот у него люди к нему идут. Вот и послал туда воинов, чтобы арестовать и приверить на мучение. Воины, когда пришли на гору, где пасовец мучает маму, они подумали, что это простой пастух, пастушеская одежда, думали, что это какое-то там святое, шаман, каких-то уборов, каких-то надписях, шпышных одеждах, как ходили языческие жильцы. А это какой-то пастух ходил, играл на дудочке, очень светлый, радостный юноша, пасовец. Он пригласил свою пещеру, накормил, напоил и сказал, мама, которую вы ищете, это я, потому что он знал, что вот воля Божия, чтобы он пошел на мучение за Христа. Воины не хотели его забирать, но он убедил в том, что вы должны использовать свой долг, и я должен использовать свой долг. Пойдемте на мучение, пойдемте, пойдемте к императору, так надо. И пошли к правителю, там мученика, мама-то опять вываривали, улещивали, запугивали, мучили, пытали, ничего не помогло. И тогда один жрец, жрецов злоби, видя, что ну настолько сильные эти христиане, непобедимые, непобедимые, бесстрашные, такая благодать в этих людях. Вот эта вера истинная, что этого человека сломать запугать невозможно, он накинулся в злобе, и своих трезубцев ударил в блок мученика, мама-то, нанесая ему смертельную рану. И его выгнали, видя, что он человек взял боль. И мученик, мама-то с этой смертельной раной дошел до своей горы, где поблагодарил Бога за то, что он подогнал его принять мучение за Христа, предал свою душу на Господь, и святитель Василий, это в 275 году Рождества Креста, и святитель Василий веке говорил, все вы люди, которые получали, которые видели этого святого имена Божия, мученика, мама-то, которые получали его помощь и для себя, и для своих близких, и для своих малых, меньших, правил, обращайтесь ему за помощь, и получайте эту всесимую помощь. Господи, братья и сестры, все святый день, хорошее память о Вольника Божия, мама-то, еще раз давайте с вами, все свои силы, все свое приемечко, не так много, как кажется, осталось нам обратим на стяжание любви, задумываясь, что время короткое, сейчас можно на стяжать, чего хочешь, пойти денег, домов понастроить, машин, квартир, понатопить одежду, а зачем это все нужно будет, это же все плавно на самом деле, который, вот он будет нас валяться где-то в уру, и укаять нас, что мы глупо потратили время жизни на стяжание этого плана, в то время, когда ученики молились, спасались, терпели гонения. Будем стяжелать любовь, будем хорошо готовиться к Господи, причащаться почаще, ревностно, со смирением перед Богом, читать Евангелие, Евангелие это слово любви, это то, что наполняет душу нашу любовь. Читать жития святых уводников Божьих, жития уводников Божьих, это Евангелие, живое, исполненное жизнь, братья и сестры. И когда у нас будут, ну, какие-то неприятности жизненные, особенно от людей с формой физической, или от людей гонения, или от каких-то, там, на цепях, на нас лично, какие-то клевета, оскорбления, неприятности, мы должны, братья и сестры, все это стоически проходить, потому что Господь нам дает таким образом стяжать истинную любовь, истинную. Ту любовь, которая любит всех, без исключения, не только тех, кто дает тебе шоколадку, цветы и хвалит, любит, а любит, кто тебе дает по шее, ругает и пинает тебя, особенно этих. И если человек нападает на церковь, на священников, на верующих, за их молитву, за их служение Богу, то этого человека ни в коем случае нельзя ненавидеть, осуждать, злобиться. А его, если ты любишь, если ты любовь, то надо только глубоко жалеть такого человека, глубоко сострадать на его душе, что он оказался на той стороне, через которую приходят соблазны. Ты спасаешься, терпя скорби, ты спасаешься, терпя оскорбления и гонения, а его трясет от злобы, от зависти, от ненависти. Ему очень плохо, гораздо хуже, чем тебе сейчас. А тебе хорошо, потому что ты радуешься, что Господь сподобляет хоть немножко потерпеть какие-то, не такие, как у мученика Мама, не такие, как у Серафима Сановского, не такие, как у Сергия Радунского или Ксении Петербургского Николаевича Радонского. Маленькие, мизерные, но все равно потерпеть за Христа какие-то страдания. Молюсь. Но слава Богу, что Господь доверился мне и увидел, что я не сдоблюсь, не возненавижу тех, кто меня гонит, а буду благодарен. И позволил мне давать такую милость потерпеть немножко за Христа. Слава Богу. Поэтому всех любим, все наши скорби, радуемся им. Благодарим Господа за доверие, что нас поддоверил пройти скорби. Благодарим Господа за плод духовный, если за смирение пройдет скорби, получит плод духовный, который из смирения или боя. И спасаются, братья и сестры, дорожают зиму все время, приходя все больше и больше в любовь и незлобие, и молитвенную простоту, как у мученика Мамонта, и его молитвами. И все святые ответа Богу, уходящих, аминь.